Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я представляю вашему вниманию игру на шестерых в Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm с последним патчем. Собрались в Дискорде спонсоры канала, и вот мы сыграли такую партию на шестерых. На новой карте расщепленный фрактал, проголосовали на какой играть, уровень бедствий четверочка, ну и традиционно рандомные цивилизации, чтобы было интересно, против кого же ты играешь. Ну, мне выпали мапучи, я вам сразу об этом скажу, потому что такой секрет Полишинеля, это буквально сразу после старта игры будет понятно. А вот какие цивилизации у моих соперников будем узнавать по мере их нахождения. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, для подписчиков и зрителей же они будут выходить раз в день. Прошу воздержаться вас от бессодержательных спойлеров и от оскорблений участников партии. Всем приятного просмотра! Лаврентия! Все, все, я вернулся. Ну, я... Текай с городу! Что там смешного? Мы с мистер Ди просто опять на одном материке, и скорее всего мы сейчас встретимся быстренько. Я предлагаю опять же не говорить, какие коммунации выпали, пока не встретились. Ну, чтобы интрига была какая-то. Сейчас я закончу ход. Так, мне выпало мапуча. Ну, во-первых, я имею плюс 5, и самый главный, по-моему, бонус у мапуча. Плюс 5 к боевой мощи в пределах 4-х клеток отружеской территории. А, нет, я имею в виду. Где тут? Все юнит... Подождите. Вот, вот. Плюс 10 к боевой мощи против цивилизации, у которых наступил Золотой век. Вот это вот просто... У соседа Золотой век нападаем. Все юниты, подготовленные в городах с действующим губернатором, получают на 25% больше опыта в бою. Если юнит мапуча одерживает победу над вражескими юнитами в пределах вражеского города и теряет 20 единиц лояльности. А разграбление клетки еще на 5. Ну, это уникальный юнит, тоже прикольный. И уникальная постройка мапуча производит культуру в количестве равном 75% престижа клетки. Дополнительный туризм. Ну, еще и не будет необходим потрясающий престиж. Не. Как-то договоримся и будем лучше... А на каком вы конец, а не эти, кстати? Мы с ним на Лаврентии. Хочется проверить, пошутить. Я думаю, можно сразу в союз. Ну, сначала выросла, чтобы она не должна быть, конечно, у разведчиков. Тогда это будет иметь шум. Пока так сделано. Ну, а еще и вулканов. Это интересно. Так, пошли лошадей. Может, тут будет, возможно, все захватить с воды. Это уже-то глаз с ним флешбеки, понимаете? Ну, вы, кстати, расщепленный был этот расщепленный фрактал. Я думаю, тут очень странные будут очертания. Это что он на одном континенте, еще совершенно знать, что вы далеко, недалеко друг от друга. Ну, посмотрим, да. Вообще, на хорошее место, если как-то еды маловато. Оттягчается. Но вообще ресурсы всяких. Сейчас пройду еще достаточно, чтобы столицу поставить. Не в болотах с тундрой. Видимо, ты не за Россию, да? Нет. Ну, тут просто ты уходил, я описывал свой старт. Это пять болот без ресурсов. Что еще? Это первый радиус. Четыре болота. Одна клетка воды, одна клетка тундры с ресурсом. А остальные клетки, это либо просто тундра, либо голая равнина. Лук, точнее. Ну, вот хоть не я один в этой игре ныть буду. Нет, я ухожу оттуда. Я там не хочу оставаться. Ну, блин, раз, два, три клетки с двумя еды, собственно. Ну, так, с натяжкой вот эти можно решить. А что, у нас уже есть повод ныть? Это я в любом случае буду ныть. Даже если все хорошо. А ты? На послепатча сами города не тонут? Да они раньше не тонули. Ну, вот я спрашиваю, вдруг поменяли? Не-не. Видимо, разработчики решили, что это будет слишком жестоко по отношению к игрокам. Ну что, я эти двери-воемки заберу. Правда, они уже на холмах. Так как это расщепленный фрактал, карта, то тут надо очень серьезно разведывать. То есть, чуть ли не все клетки вот ходить, потому что иначе ты можешь реально пропустить куда-то проход. Нет, растем, растем. До трех жителей надо вырасти. Ну, потому что, видите, мы не на реке стоим, не рядом с пресной водой. То есть, у нас только четыре жителя. Ограничения в столице. До трех надо вырасти. Можно быстрее. Вот тут я уже вижу, да? На овцах, например, хорошее место. Жалко, что на овцах, правда. Но как минимум... Блин, вот тут пантеон, кампус вот тут офигительный, да, будет. Так, начал метки ставить. Упс, я вылезу. Поставьте паузу, пожалуйста. Мы тут грузили сейф из-за того, что я вылетел. И я, в общем-то, уже знаю все нации, которые в игре есть. Но, опять же, для вас буду держать интригу. По-моему, это интереснее. Такая неизвестность. Если я могу сказать, что, по-моему, довольно равные получились. Такой рандом довольно равный вышел. Животноводство открыли. Лошадей нету. Вот вам и баланс. Старт. Всего лишь 20 минут. Это граница араба. Ну, не знаю, стоит ли мне вот в этой пустыне где-то город ставить ради того, чтобы кораблу ближе быть. Это проход в одну клетку. Тут вот военный лагерь поставить, как бы, и все. И никто не пройдет. Пойду сюда скаутом. Давайте горное... Нет, то есть, кто нам надо? Да, горное дело. Гипс. Мы будем гипс обрабатывать рабочим. Потом овец и, наверное, оленей. Я бы перепах еще обработал, честно говоря. Так, пошли обратно к этому лагерю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, как минимум, 10 клеток есть между нами. Ну, давайте тут предварительно... Надо, конечно, сюда ставить города, потому что там араб, мне вот тут интересно еще, насколько проход. Не хочу встречать это и очки эпохи, и человек будет знать, что я... То есть, чем дольше вы знаете, кто у вас соседи, и чем позже они узнают о вас, тем лучше вы можете планировать ваше развитие дальнейшее. Я уже чьи-то границы... Ну, тут можно будет канал, а... Или канал на холмах не строится, к сожалению. Проплывать можно было бы. Так, варваров не видно пока, поэтому давайте удвоенный опыт разведки и на пантеон. Попробуем накопить. И дальше пока мастерство. Какого цвета они? Люкс, привет. Я не удивлен. Сказать, сколько клеток между нашими столицами? Нет, ну я... Теперь мало дней актуально, потому что я прошел много. Ты вот еще разведом сейчас вниз спустишься под Мадрид, ты увидишь, где я родился. Я тебе даже метку поставлю. Да, я все понимаю. Сейчас 6 клеток между нашими столицами. Надо договариваться. Со стороны разводить тогда. Ворота. Ворота. Поселенцев. Нет, я готов селить вниз, понимаешь? Просто, ну там не для столицы места. А так, города я вниз поставлю без проблем. Ну, я предлагаю просто дружить. Да, давайте, давайте после горного дела мореходство откроем. Еще игру хочешь дружить? Ну, я надеюсь это получится. Амбар, ну, мне не будет сейчас пока прости. Отлично, это получится. Или мы с тобой будем дружочки-пирожочки, пока кто-нибудь заберет соседа одного, второго, третьего и... Ну, у меня вроде есть места, где селиться. Я довольно много исследовав. У меня мало исследовав, поэтому я не могу тебе сейчас не до конца игры обещать, дружбу, к сожалению. Давай, менюшка, дай мне немножко времени сейчас. Да, окей. Так, что-то ускорили колесо. Ну, колесо такое дело каменную кладку. Так, давайте, так посмотрим. Да, ну, вот тут хорошее место на болоте. Прямо конкретно. Вот мне интересно, если... Мне кажется, что вот тут будет гора. Я бы туда, наверное, сходил сначала, посмотрел. От этого зависит, как город ставить. То есть, я бы сюда сходил, глянул. Так, недостаточно жилья. Поселение с два хода строится. Класс. Ну, у меня производство, видите, сколько? Я обрабатываю не оленей, хотя они городом обрабатываются, а овец и черепах, потому что овцы дадут ускорение верховой езде, а черепахи это люксовый ресурс. части, которые дают. Знаете, я бы тут, наверное, вернулся сюда воинам, чтобы не давать проходу, например, с тобой есть чудеса где-нибудь? Да, как видите. Ну, понятно, что вот тут должен быть кампус. Это, само собой, разумеется, я тут буду город ставить, конечно. Проблема в том, что раз, два, три, видите, не влазит тогда здесь на реке город. К сожалению. Ну, ладно, что поделать? Здесь я бы сразу делал рабочего, вырубал что случилось? эту медь и кампус ставил сразу, что тут будет плюс 4. Помотала тебя жизнь. Здорово, мотецкий. Привет. Как жизнь молодецкий. Какаешь, выберешь конец карты, но мне кажется, что там еще что-то будет дальше. Я думаю, что этот город никуда не денется, а вот этот город получше будет. Поэтому я бы сюда пошел ставить сначала. Так, здесь на рост. Да, не может выбрать, что ответить. Может, человеку варвара принимает. Брачника. Успел походить. Ну, вообще, ресурсов выглядит как дофига просто. Думаю, что еще кого-то тут встречу. Я просто хочу встать дуболомом сюда, и он не сможет ко мне пройти. Ну, только скаута прокачает нахождение по холмам. Ну, да, неплохие. Там варваров нету, куда-то развед ушел. А то у меня дуболом разведчик. Наверх? Да, где чудо. Блин, так у меня с этим нормальный проход есть какой-то. у меня вообще-то места для городов очень мало получается, и даже нападать на араба как-то не вариант вот по такой местности. Фиг знает что делать. Зато варвары не мешают. Еще тут встану. врачников чтобы он пройти реально не мог. Так, ну, поехали черепах обрабатывать. Они там как раз один ход осталось. надо будет купить клетку, но я думаю, что у меня денег будет. Две клетки купить даже. Что мы дальше? Ну, в письменность. Надо будет кампус делать. Так. ну, выглядит... Вообще места хорошие. Я бы сказал, что места хорошие, но их мало. О, кто-то я нашел тут. Хотя, видите, тут есть какой-то проход. Значит, здесь уже как минимум вот сюда город, пилет на это болото уже всовывается. Ой, а где-то разлив произошел. Это там у араба. Хорошо. Так, а вообще сам город собирается, клетку, блин? Ну, не на море, к сожалению, видите. Давайте мы еще сразу поставим, что вот здесь у нас будет центр коммерции, понятно. Здесь будет гавань. По поводу кампуса мы подумаем. Вообще, в принципе, можно сюда кампус бахнуть. Еще можно подумать по поводу... блин, так все в холмах. Получается непонятно куда... Ой. Ой-ой-ой. Непонятно куда правительственную площадь ставить. Сейчас проатакуют мне чувачка. Надо отходить. Чтобы один юнит только атаковал, потому что два юнита это больно. Так, дошел. равнина холмы, лук холмы. Ну, тут здесь гавань, потому что там будет плюс от китов. Здесь коммерческий. вообще, как бы вот сюда можно поставить правительственную площадь и так вот ромашка. Смотрите, тут все в холмах. С другой стороны, у меня везде холмы, просто везде, так что как бы беречь холмы нету смысла особо. Так что пока предварительно сюда будет правительственная площадь. Ну, араб, наверное, сюда будет встать какой-то город явно, но опять же мне через одну клетку атаковать. Так, покупаем клетки. А куда ты поселка хочешь вот о, ну, как я и говорил. Вот прям на одну клетку ниже, чем он стоит. Ну, норм. Наверное, уже надо взять плюс 5 против варваров. Нам надо между нашими столицами решить, кто куда города поставит, хотя бы по одному городу, чтобы у каждого был там, в принципе, мы можем поставить. уже походил. Сейчас я туда чем-нибудь зайду. Походил. Из-за того, что надо отойти на холм и тут встать. Пускай варвары меня атакуют. Я не против. Просто на болоте вы имеете штраф к защите. Ну, он хочет, наверное, вот эту клетку выкупить, а я вот эту. Поставим военные лагеря друг против друга и будем стоять радостно. конечно, гавань больше будет давать, но надо, чтобы с центром коммерции, но... с центром города. Так что, гавань сюда. Центр коммерции сюда. Ну, у меня закончились места. Для себя в ту саду куда-то идти. Прямо ты хоть еще скаута делаешь, что ли? Что ли? Руинка. Я не думаю, что я кого-то еще встречу в ближайшее время. Это мои руинки собираю. И вот надо подумать, я бы здесь вот город ставил еще, честно говоря, где прям скаут стоит. Он тоже тяжело берется, если вдруг мапучи решит напасть. А тут видите, уже льды. то есть внизу вряд ли какое-то место будет. Ух ты, губернатора уже дали. Конечно, Магнуса в гулу мапу. Тут стоим в защите, а он меня качает. где-то тут город явно будет вставить. А вот с этим городом, который я вот здесь хочу вставить, могут быть проблемы с лояльностью, если он как-то его вокруг обставит. может быть проблема с лояльностью. Шо не очень будет приятно. Ресурсов приятное количество у меня здесь. Так, варвар продолжает атаковать. Посел готов, идем сюда. Мне кстати вот тут предлагают ставить. Ну, может там какие-нибудь другие города поставим. О, тут хоть еда есть вменяемая. Так, что построим? Я бы построил амбар. У тебя жилье есть, он тут всего плюс одну еду дает. может монумент тогда лучше, быстрее клетки в столице захватывались. И я вот отсюда караван отправлю, потому что я на четвертого поселенца хочу сюда везти в первую очередь. там надо с воровами разбираться. Ага, тут вулкан. Ну, он сюда какой-то город должен ставить. Раз, два, три, вот прям либо сюда, либо сюда. Это зависит на... Я бы поставил прямо на лошадей свой город. Ведь у меня уже тут минус три, блин. Видишь, лошадей? Я пока только пересек пустыню. блин доску и возле шоколадки стою возле джунглей. А, вот я дошел до твоих границ. Ты хочешь на лошадей, да? Да, да. Так, я чувствую, это плохо для меня закончится. Почему? араб дружбу не предлагает. у него есть явно территория есть. Режу со разумом. вообще, вот отсюда нападать вполне можно. столицей не ставить город. Так, что у нас? На тебе, не мне. Смотри, у тебя есть лобби, да? У меня город будет ниже столицы. Сейчас смотри, священные места. это все не работает у меня. Создание чудес, искра, бужья. Ты нормально. Производство на азисе. культура от пастбищ. Раз, два, мало пастбищ. давай тогда так сделаем. Лагеря. Блин, я не успел принять пантеон, я вышел в следующем ходу. может меня на рыбацкие лодки. Видите, уже не дают сейчас пантеон брать. Блин. Ого. Тут у него места. Кто там басик построил? Я стремится в золотой век. Или тот ку стремится купаться, например, еще. Как вариант. Так, письменность открыли. Знаете, каменную кладку для стен. Я прям сразу рабочего буду строить в этом городе. рабочий стоит в очереди. Да, из-за холмов как бы медленнее расселяешься. А сколько у араба? У него уже три города есть? Нет? Нет, пока два. пантеон дайк. Я хочу здесь встать просто скаутом, чтобы его скаут пройти не мог. И меня не исследовал. Так, еще одна попытка взять каждого улучшенного. А где от рыбацких судов? Я бы вот бок моря взял, честно говоря. У меня довольно много давайте бог моря. Вот видите, тут добавилось. Будут еще рыбацкие. Ой, Венгрия. Как гырка здоров. У меня сейчас одно очко осталось. Блин. где-то ниже этого перешейка получается? Да. А ты где-то выше этого перешейка получается? Ну, получается так. Подождите, там где-то есть перешейк? У меня их тут дофига. У меня три и вы все возле них? Священное место на плюс пять. А, он взял пантеон на пустыне. Ну, соседство. Так, тут сразу рабочий нужен. Мистер Диа, аггшка наша будет жить или мы все-таки превентивно убьем и поделим? Надо вырасти сначала. Я бы оставил жить А че у вас заговешка? Как мы делить не вообще что это пустила поставила чтобы делить будем тогда ну давай потом займемся может быть ты ее заберешь в итоге у меня потому что вроде есть места где селиться я правда не видел что у тебя строителя судя по твоему старту там нет сверху над тобой слева грузия где-то там поэтому у меня вроде пока есть где селиться поэтому я не претенду короче он вполне может за веру покупать юнит ну вообще если я тут встану в оборону я не могу решиться то ли мне в оборону то ли отбиваться от него пик знает так здесь покупаем торговца дорогу прокладываем забрал мою руинку венгер но я все равно я не мог взять ведь одну очку осталось да так можно менять давайте наверное строителей как раз поставим может против варваров тогда убрать уже а мне собственно ну давайте на юниты нечего ставить варваров я тут вряд ли будет мне будет сюда сбегать посмотреть давайте вот здесь пока не посела будем а еще одного прачника значит же я бы двух ну это три чтобы три лучника было в будущем странно было девять ходов поставил карточку стало десять ходов что это за что за странная математика вот тут был я бы очень хотел было какое-то место но судя потому что я тут уже тундру какую-то вижу тут она будет хреновым раз два три вот тут мне надо где-то город ставить в любом случае видите уже идут я вот так сделаю идут лоялью испания от венгрии здорово может мне туда отправить караван тут конечно не будете по дороге из столицы но зато такая вот длинная пройдет давайте наверное так сделаем достаточно жилья ну мне надо карточку поставить на поселенцы и плюс магнуса логистику нет снабжения прокачать блин ну мне получается пока только эти места если я успею туда поселенцев довести как-то не знаю как правда хотя обработаю оленей вообще этим рабочим сейчас сюда пойду вырубать потому что три хода надо уже кампус будет ставить а этим рабочим перкитов обработаю ну ну говорил что видите как бы я понимаю все все в священных местах блин тут лояльность очень высокая будет еще и катастрофическое извержение вулкана будем надеяться что он будет нападать в свой золотой век я хочу вам сказать воевать с мопучей когда у тебя золотой век это попа очень неприятная попа она где-то есть видео как я с мопучей воевал когда у них дэйн недавно по-моему я за рим играл испанец от тобой там чувак отставал по юнитам на эпоху тем не менее класс ну куда идти тогда чтобы ты нашел мистер если да то больше я тебе нового ничего не могу рассказать к сожалению не только тебя встретил он львее что ли правее мы же с тобой встретились в Грузии а как и точно тогда львее вот и скаут прибежал будет пробовать меня обходить но он по-моему не прокачаны у него так обработали оленей давайте пока опять же еще не знаете наверное еще разведчика прям вот так даже не он уже уже в ранней империи блин так только так обходит так а я тогда уже сюда отступлю у меня ранней империи так здесь магнуса прокачиваем до снабжения здесь ставим на поселенцев матецкий привет а где мы с тобой встретимся привет я справа пришел матецкого такие священные места на плюс пять на плюс шесть красиво в пустыне стоят что то есть конечно какое то место в тундре поставить может быть и поставлю в итоге то что я не успел выбрать это ничего но отложится на следующий ход что наука что культура но мне тут я тут буду вынужден город какой-нибудь ставить так тут сразу давайте в очередь так наверно сделаем просто никакого нет мистер ди давай так говоримся я заберу гг-шку мы с тобой дружочек как раз следующим ходом да давай не вырубаю я буду там туда селиться вниз под чудом своей нижней части выше чудо даже не полезу там так уже все твоё но я пас то есть араб планируют покупать за веру свои вот эти он как раз выйдет ей как раз выйдет вам люков своих и ими атаковать видимо но с другой стороны такой проход ко мне сложновато дома блин ну тогда окей все так деньги он все следующим ходом уже тёмный век так что можно в деньги выходить можно в деньги выходили блин не давайте в деньги на этом пока все спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока